Привет, ребята, на связи Серега. Мы продолжаем рисовать шаблон лев. Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, ну и конечно же не забывайте делиться видео. Итак, открываем фотошоп и продолжаем работу. Давайте я сначала сделаю размер один к одному. Так, поднимемся выше и сначала разместим здесь название для нашего блока сомнения. Вот они. Так, выбираем этот блок и выбираем инструмент текст. И здесь сразу же размещаем текстовое поле. Так вот, дальше. Тут у нас начинает все писаться. Идем в символ. Сначала давайте поменяем цвет, потому что не будет ничего видно. Окей. Ну и размер шрифта давайте поставим поменьше, 36 пикселей. Шрифт работа и посерединке. Так, что мы здесь напишем? Если внутри вас живут... Так, текст делайте именно большими буквами. Дальше выбираем инструмент перемещения, чтобы выбрать текстовый слой. Идем теперь опять в символ. Здесь, в принципе, текст можно сделать и побольше. Давайте мы пикселей 48 слишком большой. 44. Так, ну, в принципе, нормально. Чичто можно будет сделать меньше. Так, выбрали нормальный размер. И теперь опускаем где-то на серединку. Ну, вот так будет нормально. Так, дальше у нас по курсу будут идти вот такие блоки. Я предлагаю сделать следующее. Давайте мы сделаем между вот этими блоками везде расстояния одинаковые. И чтобы нам было проще, изначально давайте мы расставим направляющие. Потом по ним будем рисовать. Поэтому сейчас сначала надо определиться, какое будет расстояние. Я предлагаю сделать расстояние между блоками. Ну, например, так, на глаз давайте сделаем пикселей 60. Так, поэтому здесь я беру направляющую одну с линейки и тяну ее на 6 квадратиков ниже нашего блока с заголовком. Так, ну, вот так вот. Отлично. То есть мы тут уже видим, где у нас тут и что и как. Поэтому двигаемся сейчас дальше. Так, ну, в принципе, даже может 60 и замало будет. Давайте 80 поставим. Вот. Да, давайте пускай будет 80. Дальше. Теперь отсюда мы берем направляющую. И нам надо сделать посерединке, чтобы тоже было расстояниями 80. Поэтому мы с правого края ставим расстояние 40 пикселей от центральной направляющей. И с левого сделаем то же самое. Вот. В итоге получаем вот такую сеточку. И вот здесь уже, как вы понимаете, у нас должен идти наш блок. Поэтому первым делом, прежде чем мы начнем его рисовать, давайте сделаем вот что. В каждом вот таком блоке у нас будет много слоев, поэтому каждый вот такой отдельный блок мы завернем в отдельную группу. Давайте мы создадим новую группу, которую назовем промо-блок. Промо-блок. Один, например. Отлично. И теперь уже внутри этой группы мы начинаем рисовать. Выбираем инструмент прямоугольник с прямыми углами. И здесь мы его рисуем. Так, 450, 460 пикселей, извиняюсь, по ширине. И давайте по высоте сделаем в два раза меньше. Так, 230. Вот. Получается вот такой блок. Сразу обращаю внимание, чтобы вы делали заливку не черную, не желтую, а именно белую. Так, белая заливочка у нас должна быть. Так, отлично. Не наложение цвета, друзья, а именно заливка. Это очень важно. Потом вы поймете почему. Так, теперь, в принципе, давайте мы уберем все, нажмем Ctrl-H. У нас все пропадет. Идем в слои. Выбираем наш прямоугольник. Только его мы давайте обзовем фоном. Два раза щелкаем по нем. И у нас появляется окно. В этом окне выбираем сначала обводочку. Так, внутри. Один пиксель. И цвет давайте сделаем такой вот светло-серый, но потемнее. Потому что у нас здесь будет идти темный фон. Почему я выбрал тут фон потемнее? У нас тут как бы негативный блок. И цвет его будет подчеркивать. Ну вот, BBB, по-моему, будет отличным фоном. Точнее, отличной границей. Так, замечательно. И, в принципе, пока на этом все. Жмем ОК. Дальше выбираем снова инструмент прямоугольник с прямыми углами. Мы сейчас должны нарисовать для наших цифр отдельный блок. И, опять-таки, заливку выбираете обязательно белую. Включаем решеточку. И начинаем рисовать точно такой же по размерам, как и предыдущий блок. Но по ширине он будет вот так вот. 100 пикселей. То есть, начинается с начала предыдущего блока фон. Вот так. Мы разместили. Опять я отключаю все, нажимая Ctrl-H. Так, вот, видим. Дальше идем в слои. Здесь у фона правой кнопкой щелкаем, скопируем стиль слоя. И на прямоугольнике вот этом мы его вклеим. И получаем вот такой вид. Отлично. Дальше что мы делаем? Сейчас нам необходимо нарисовать циферки. Циферки у нас получаются с круглым фоном. Вот они так идут. Поэтому что мы делаем? Выбираем инструмент Ellipse. И тут начинаем рисовать Ellipse размером, давайте, ну, 70 на 70, что ли. Так. Вот. У нас разместился здесь Ellipse. Обратите внимание, что если у вас будет выбран прямоугольник, Ellipse может разместиться внутри него. То есть, поэтому выберите, что промоблок, саму вот папочку, и тогда рисуйте, если у вас сначала не получилось. Отлично. У нашего Ellipse будет совсем другая заливка. Ее вы уже можете накладывать при помощи окна стиль слоя, либо при помощи свойства, если они у вас еще активны. То есть, вот такой желтый цвет выбрать. Так. Стоямба. Что здесь получается у нас? Ну вот, желтый цвет. Не знаю, такой или нет. Давайте все-таки по привычке через стиль слоя. Так. Наложение цвета. Желтый такой. Потом выбираем наложение, точнее, обводку. Делаем ее, ну, пикселя два пускай будет. Делаем ее полностью беленькой. И чтобы она стала чуть-чуть видна, добавляем тень. Небольшую тень. Смещение сделаем. Единичку. Размер. Раз, два. Ну, вот так вот. Три. По-моему, смотрится отлично. Че-что можно сделать и даже чуть-чуть потемнее. И в итоге мы получаем вот такую тень. Жмем ОК. И теперь уже вот здесь мы должны нарисовать с вами циферку. Но давайте для начала мы выставим наш эллипс по центру. Так. Опять-таки, сильно здесь не утруждайтесь. Можно выставить спокойно вот это все дело на глаз. Еще раз напоминаю, что когда мы верстаем, все это дело выставляется в верстке автоматически, можно высчитать. Здесь особого... Ну, вот на глаз я обычно так себе выставляю, чтобы мне было понятно. Дальше. Выбираю инструмент текст. Выбираю промо-блок папочку. И тут начинаю рисовать текстовый слой. Вот такой вот. Внутри него мы создаем единицу. Цвет 1.1.1. Большой. Работа 44 пикселя. Давайте мы поставим ее. Так. Нажму перемещение. Инструмент. Вот наша единица. Давайте мы сначала сделаем ее более насыщенной. Выберем регула. Работа. Так. И теперь переместим... Опа. Не туда. Где наш? Нажму я Enter. Дальше теперь я клавишами на клавиатуре перемещаю ее приблизительно по центру. Ну, вот наша единица тут и стала. Так. В принципе, в принципе, по-моему, нормально. Можно даже чуть-чуть еще опустить ее. Все. Теперь, что нам необходимо сделать, это разместить здесь название, маленький текст и, само собой, сделать кусочек картинки. Итак, начнем мы, пожалуй, с текста. Сразу говорю, отсюда я все переписывать не буду, потому что тут уже не дизайна копипаст больше. Давайте мы сделаем по-другому. Включаем решеточку. Например, сверху мы отступим 4 пикселя, 40 пикселей, то есть 4 квадратика, сбоку 20-ку. И вот тут давайте я размещу вот такой текстовый блок. И внутри него мы выбираем текст. Так, дай бог вспомнить. Вот, вставить Lorem Epsum. Видите, да? Щелкаем. У нас тут вставляется куча текста. Так, что я тут делаю? Тут я ставлю этот, как его, курсор, нажимаю Enter, чтобы следующая строка перенеслась на новую. Так, и теперь выбираю инструмент перемещения. Дальше абзац по левому краю. И, само собой, мы должны его сделать чуточку поменьше. Например, пикселя... Пиксели, пикселей 36. Ну, ничего, так можно даже поменьше. Вот, нормально будет. Итак, наш Lorem Epsum, он начинается вот здесь, строго говоря, за 40 пикселей отверха. Здесь он, получается, ровно 20 пикселей по высоте занимает. И дальше, ниже, мы уже можем писать новый текст. Отступим от заголовка 20 пикселей. И вот этот текст мы растянем вниз, до 50 пикселей будет отступ снизу. То есть, 5 квадратиков у меня. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. И сюда, опять-таки, выбираем текст, вставить Lorem Epsum. Но на этот раз мы, опять-таки, выбираем инструмент перемещения. Идем в символы. Здесь делаем уже размер 18 пикселей. Убираем вот эту большую штуку. Кстати, вот тут тоже в заголовке можно было большую убрать. Но смотрите сами. Нравится, пускай остается. Дальше я выбираю Light. Вот. Отлично. Ну и, в принципе, пускай так и остается. Только вот здесь я поставлю курсор. Тут точку вставлю. И нажму Enter. Чтоб та строка пропала. Все. В итоге, нажимая Ctrl H, мы получаем с вами вот такой блок. Само собой, вы можете тут поменять. Давайте даже мы это и сделаем. Цвет шрифта, чтобы он был не таким ярким. Чтоб название больше бросалось в глаза. И теперь у нас осталась только одна штука. Это разместить здесь картинку. Друзья, сразу говорю, что я подразумеваю, что вы умеете лазить по интернету, искать нужные картинки. Поэтому, чтобы не тратить на это время, я подготовил для вас сразу несколько картинок. И чтобы здесь не нарушать авторские права, ничьи, раздавая картинки, я скачал их с файла, точнее с сайта Deposit Photos, прямо вот с этими водяными знаками. То есть, они здесь большой роли в нашей работе не играют. Поэтому, если, конечно же, вы делаете проект для заказчика, он тогда говорит ему, чтобы он это все дело покупал. Так, ладно. В общем, они будут находиться в папочке промо. Ссылочка на архив с папкой промо будет под этим видео. Скачайте ее. Дальше мы открываем. Здесь у нас идет файл 1.jpg. И давайте мы его сразу утянем в Photoshop. Так вот. Все, получили вот такой файл. Теперь давайте мы его сделаем размером точно такой же, как вот этот блок. Ширина этого блока я уже высчитал, когда делал 360 пикселей. Поэтому я тут выставляю цепочку сначала, взаимосвязь. Потом правой кнопкой здесь выбираю пиксели. И делаю ширину 360. Получаем вот такую штуку. Так, отлично. Тут 360, 04, 360. Все. Жму Enter. Жму разместить. Поместить. И в итоге у нас есть такая картинка. Теперь нам необходимо сделать ее по высоте точно такой же, как этот блок. Вот по высоте полностью. Поэтому здесь, смотрите, чтобы нам было удобней, включим сеточку и перетянем направляющую на конец этого блока. Вот сюда. Отлично. И дальше мы просто эту картинку помещаем в нужном ракурсе здесь. Ну вот так вот меня устроит вполне. Давайте даже вот. Теперь я выбираю инструмент выделения. Выбираю, конечно же, слой с картинкой. Здесь у меня, походу, не растреливанный объект. Поэтому правой кнопкой жму. Растреливать слой. Вот. Сейчас нормально. И тут начинаю все это дело выделять. 360 на 230. Нажимаю Ctrl-X, то есть вырезать. Вот этот слой удаляю. А здесь нажимаю вставить. Ctrl-V. Так. Дальше я эту картинку размещаю прямо так вот здесь. То есть, чтобы она торчала на 10 пикселей из нашего блока. Теперь я убираю полностью все. И смотрите, как мы можем делать, чтобы она пряталась, не обрезая картинки. Мы ее можем разместить прямо под слоем, над слоем, точнее, фон. Вот так вот. Правой кнопкой щелкаем и выбираем создать обтравочную маску. И нас виден только низ этой картинки. И теперь, друзья, большое-большое ваше внимание. Если вы вот здесь этому блоку задавали заливку какую-то, вот именно через окно стиль слоя. Смотрите, наложение цвета выбираю. Наша картинка будет не видна. Поэтому здесь к этому отнеситесь, пожалуйста, внимательно. Так, в принципе, с этим блоком покончено у нас. Давайте мы еще раз проверим. Раз, два, три, четыре пикселя сверху. Раз, два, три, четыре пикселя снизу. По-моему, нормально. Ладно. Так, теперь нам надо создавать второй блок. Мы включаем направляющие. Выбираем, смотрите, теперь блок, промо-блок 1. Тянем его на вот этот вот значок. Бах, у нас появилась копия. Мы делаем, соответственно, название. Меняем на два. Так, все остальное тут, в принципе, можно оставить. И вот этот второй промо-блок мы тянем уже сюда. Так, вот. Вот, видим, нормально получилось. Здесь, соответственно, мы меняем все на двойку. При желании можете поменять здесь название заголовка, если хотите. Это в сути не играет. И, само собой, сюда мы вставляем вторую картинку. Так, поэтому вот здесь, где тут наш промо-блок 2, вот эту картиночку я с вами удаляю. Так. Так, и вставляю уже картинку номер 2. Так, вот наша вторая картинка. Мы тянем ее в Photoshop, размещаем. Она у меня почему-то получилась маленькая. Я точно не помню, как тут все переносится. Но, в общем, картинка там явно больше. Поэтому мы можем все это дело, нажав на цепочку, увеличить. Качество не потеряется. 360 пикселей. То есть, что мы просто уменьшали, сейчас увеличиваем. Вот, получается такая картинка. Еще раз, 360, чтобы точно было. Отлично. И жмем поместить. Отлично. Так, теперь мы эту картинку размещаем так, как нам надо. То есть, чтобы было все хорошо видно. Ну, в принципе, вот так пойдет. Так, и выбираем вот так вот. Выделение. Так, а тут, наверное, не сможет. Так, да-да-да. Выбираем слои. Вот этот второй фон мы опять-таки растрируем. Щелк. И теперь вот это все дело мы можем вырезать. Вырезаем картинку. Даже как-то неровно вырезали. Так, давайте мы отменим. Посмотрим на нашу картиночку. Перемещение, чтобы она стала ровно. Так, ровно по сетке. Вот. Теперь выбираем. Выделяем вот эти все 360 пикселей на 230. Нажимаем Ctrl-X. Отлично, картинка уже вырезалась. Слой 2 мы удаляем. Вставляем. Получается сюда то, что вырезали. И размещаем. Внимание теперь на весь рост. Вот так вот. То есть, для чего мы сейчас разместили на весь рост? Чтобы показать, как будет вести себя блок при наведении. Вот эту картинку мы теперь давайте поставим в самый верх блока. То есть, даже чтобы текст скрылся. Так. И сделаем его с небольшой прозрачностью. То есть, у меня задумка была такая. Когда я верстал этот сайт. Сейчас, подождите минуточку. Когда вот у нас торчат эти картинки, мы наводим мышкой. И она так плавно выезжает. И за ней немножко виден вот этот текст. Ну, то есть, получился эффект вообще, если честно, классный. Мне самому понравилось, как я сделал. В общем, ну, вот суть. Мы наводим на блок. И картинка выезжает снизу. И получается вот такая штука. Текст немножко снизу просвечивается. Итак, друзья. В принципе, на этом все. Теперь небольшое домашнее задание. Вам необходимо все остальные блоки доделать уже самому. То есть, остальные раз, два, три, четыре, пять, шесть блоков. Так, что мы делаем? Смотрите. Даю маленькую подсказку. Сначала включаем сетку и направляющие. И выставляем направляющие для всех остальных раз, два, три, четыре, пять, шесть блоков. То есть, мы делаем отступ опять-таки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так. Дальше. Здесь высота у нас 1190. 1230 высота плюс 230 это 1320. Так, 1320. Не, что-то я неправильно посчитал. 1420. Так, 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 так. Вот. Получается, у нас тут размер должен быть какой? 230 на 360. Видите, да? Ниже мы опять-таки вставляем. Так, отмена. Что я делаю-то? Так, опять выставляем сеточку. Тут сколько? 1420 на 1500. Значит. И 1500 плюс 230 это 1730. Так вот. Отлично. То есть, вот наши блоки выставлены. Уже размеры под них. Видите, да? И давайте тут сразу тоже снизу мы сделаем небольшой отступ в 80 пикселей. Раз, два. Так, тут 1730 плюс 230 это 1900... Точнее, плюс 80, извиняюсь. Это 1810. Вот. Все. Вот здесь мы уже с вами можем размещать эти блоки. Итак, я просто-напросто сделаю копии вот этих блоков. А вы уже картиночки там сами вставьте, пожалуйста. То есть, тут, думаю, работа однообразная, сложности не вызовет. Раз. Раз, два. Вот еще у нас четыре блока появляются. И теперь мы тянем вот это все дело. Выбираем инструмент перемещения вниз. Так. Отлично. Теперь мы выбираем промоблок 1 и 2. Оставляем здесь. И промоблоки копия 2, копия... Ну, короче, копия-копия. Мы тянем еще раз вниз. И получаем вот такую картину маслом. Так. Все. Друзья, здесь ваше домашнее задание уже поменять картинки самим. Я не буду на это тратить время. Вы уже знаете, как это делается. В принципе. Так. Ну, и, конечно, буквочки вот эти цифры, точнее, тоже переминуйте с 4 до 6. Так. И у нас тут остался, в принципе, последний шаг. Последний шаг. Давайте я вам его покажу. Точнее, даже не 1, а 2. Да. Так. Это дорисовать вот этот текст. И что еще сделать? Это вставить такой фон. Ну, фон мы, наверное, попозже вставим уже в следующем занятии. А сейчас текст давайте дорисуем. Так. Я сделаю меньше. Включаю направляющие. Выбираю инструмент текст. Он у нас должен начинаться здесь. Поэтому тут я рисую просто направляющую такую. И сюда, соответственно, что мы должны писать. Давайте я тут... Я уже стырю текст отсюда. Хватит себя жалеть. Всего за одну неделю вы сможете исправить все свои проблемы. Так. Пишем тут. Так. Белый цвет у меня. Давайте я выставлю 1, 1, 1. И напишем. Хватит. Хватит себя жалеть. Так. Всего за одну неделю вы сможете решить все свои проблемы. Так вот. Посмотрим, что тут у нас. Так. Вы сможете исправить, решить. Думаю, это не важно. Давайте мы сейчас вот что сделаем с вами. Так. Перейдем сюда. Вы сможете... Я сделаю вот так вот. И теперь мы выбираем инструмент перемещения. Идем в символ. И здесь делаем шрифт меньше. Тридцатка. Нам сюда подойдет. Так. И здесь вот это всего за одну неделю. Давайте мы выделим, чтобы как бы... Ну, больше обратить на это внимание. На срок. На конкретику. Так. Выбираем цвет текста. Здесь вот такой желтый. И тут мы его делаем более оранжевым. Таким. Ну, как вот в шаблоне. Так. Окей. Ну, в принципе, я точно еще не знаю, нормально тут будет такой цвет текста или нет. Давайте я сделаю один-один. Так. В принципе, покуда нам это подойдет. И теперь мы уже с вами можем вычислить размер блока. Так. Что мы делаем? Мы ставим... Так. Вот сюда направляющую еще одну. Так. Я shift зажимаю. И у меня на 1880. Отлично. И давайте мы сделаем отступ тоже 80 пикселей отсюда. Раз, два, три, четыре. Так. Раз, два. Так. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Вот. Так. Тут уже у нас начнется новый текстовый блок. Поэтому мы уже знаем, что у нас фон приблизительно будет до сюда идти. Так. Давайте мы это применим с вами. Выбираем инструмент какой-то. Так. Вот. Прямо угольник. И можно, в принципе, идти в слои, где у нас сомнения. Выбрать, например, вот фон заголовка. И уже на фоне его, даже вот текст давайте мы выберем, просто чтобы он не мешал нам. На фоне его мы начинаем рисовать, тянуть. Так. Блок заканчивается здесь. Тут начинается новый заголовок. Поэтому, в принципе, вот до сюда мы его тянем. До этой направляющей. Вот. Все. В принципе, мы блок разместили. Так. Что мы делаем дальше? Это, соответственно, слой с этим блоком мы располагаем под фоном заголовка. Так. Отмена. Опаньки. Опаньки. Так. Я не знаю. Сокрадав сомнения, у меня этот блок разместился. Так. И тут мы... Где наши сомнения-то? Вот он. Напишем фон. Так. Блока. Все. В принципе, друзья, давайте на этом мы, наверное, закруглимся. Ставим беленький фон. А уже в следующем уроке мы начнем рисовать следующий блок. И заодно разберемся с фонами. Как для шапки, так и вот для этого. ВоzERS. С我的 обедения. Подписывайтесь на наш канал.